Мало махалайба, овощата! Сегодня мы будем смотреть вторую серию этого аниме Любовь после мирового господства, так сказать Ну сегодня мы будем опять вторую серию смотреть, мы все-таки набили 8 лайков Да, я думаю за этот, за это видео давайте тоже наберем где-то 10 лайков Давайте наберем 10 лайков, если получится, то тогда будет третья серия Ну что ж, мы не будем тянуть, мы будем смотреть и разбирать, что там еще добавили Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, мозг мне нравится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если что, на этом аниме будет в ссылке в описании Это аниме будет в ссылке в описании, если хотите посмотреть без меня Если хотите Так, скелет валяется Дву года назад Найс За что? Эй, трапку зачем покосили? Трапку зачем покосили? Ребята, подождите-ка Да не, все супер Я подумал, что это кто-то стучится А, мне показалось Там просто соседи, так сказать Дверь вышибали Ну, хотя бы меня не вышибли Я жив Так, ладно, продолжаем Ты здесь Не о чем тебе говорят Красный желата музыка где-то я услышал музыку где-то я такую слышу и не помню где наши дни в настоящий момент мы пролетаем на место где развернулась смертельная битва между пятеркой джелато и гекконом вы только взгляните какая напряженная битва герои сражаются во имя мира во всем мире только гляньте красный вступил в схватку с принцессой смертью сильнейшие бойцы сошлись в бою покажи ей дорогие телезрители поддержите нашего героя сперва обманный хук слева а потом подсечка справа я заблокирую подсечку и ударю правой ногой углоняйся понял как и не понимаю красный предлагаю сменить место принцесса смерть за тех кто хлопал ушами разъясняем еще раз лидер отряда пятерка джелато красный джелато фуда айкава и офицер тайного общества геккон принцесса смерть десми магахара завязали тайный роман любовь после порабощения мира приборчите мне пожалуйста кстати десми приборчите мне пожалуйста далековато ты сегодня села и думаешь а по моему как обычно вовсе нет обычно ты ближе стой не подходи нет ты не так понял просто сегодня я много двигалась и от меня несет потом просто чудо причина в этом Не переживай насчет своего запаха, Десми. Я клянусь, что не брошу тебя. Ты что несешь? Где твоя тактичность? Боже, сегодня ты прямо сверлишь меня взглядом. Одно нажатие, одно движение, одно движение. Что за реклама? Делаешь. Она самая чудесная девушка на всём белом свете. Ладно. Ты чего делаешь? Я тебя люблю даже, когда ты злишься. Что? Эй! Дело твоё. Собачка за хозяину. Хватит, голубан! С твоего фотика не получится выложить фотки в сеть. Фоткай на мой смартфон. В инстаграм давай, в инстаграм. Встань немного поближе. Она рядом. Впервые. Встреча у меня эта микрофона прям дрожит. Уважаемая магия фотографий. А ещё, как я думал, пахнет она просто восхитительно. Ладно. Фуда, ты глаза-то отгрузил? Понял. Асподин, большую. Тренировку. Эй, красный! Отпорт. Мы уже закончили. Конец. Ты одолел принцессу смерть? Да, одолел. Она сама упала. Подходи снова себе банан. Молодец, Десми. Перейдём скорее. Да подожди ты. Телевизионщики хотят взять интервью. Малень, как они в зубы белые. Не зря я зубы чуть-чуть. И можно взять у вас интервью. Перед вами ученик старших классов. И по совместительству лидер пятёрки Джолата. Давайте зададим Фуда и Каве несколько вопросов. Не надо. Добрый день. Я Фуда и Кава. О, красный! Вы одолели принцессу смерть в честном бою и вновь защитили мир во всём мире, так? Что? Да. Мы все считаем принцессу смерть жутким и смертельным воителем. Но ответьте нам. Кто она для вас? Девушка. Женщина. А любимая? А как ещё можно? Хороший вопрос. Не представляю жизнь без неё. Перед нашими встречами я так нервничаю, что не могу уснуть. Деями напролёт я думаю только о ней. Да не убивай её так. Она вроде бы шевельнулась. Вам показалось. Убейте меня кто-нибудь. А ты... Не буду сейчас учить. Вам расти над собой. И каждой битвы с ней вы ждёте с огромным нетерпением, так? С нами сегодня был несокрушимый воин. Красный Джалата. Но у нас для него остался ещё один вопрос. Скажите, а у вас есть девушка? Ну... Наверняка этот вопрос тревожит всех фанаток красного. А... Нет. Хотел бы я сказать, что она прямо тут. Девушка. Уфуда. Не смешите мои тапки. Гляньте на его мышцы. Все его мысли об одной только качалке. Да? Какая потеря. Хотя даже в моём кругу общения полно фанаток, которые без ума от его мышц. Да не может быть. Впрочем, мне кажется, ему будет полезно узнать женщин получше. Короче, кто хочет на свидание, шлите заявки. Информация будет прямо тут. Прекрати, Мисаки. Может, и мне подать заявку? Что ж, пора возвращаться в студию. Это обидно, если честно, будет. Я бы обиделся на еёном месте. Они ушли, Десмин. Я бы тоже знал, что это... Ну, потому что, чтобы не спалиться, но это было бы обидно. Десмин, ты злишься? Да нет. Надо же, какой ты популярный. Покоритель девичьих сердец фуда. Кругая, это обидно. Насчет этого не переживай. Другая мне не нужна. Да что ты. Клянусь, ради тебя я готов на всё. Прямо-таки на всё. Разумеется. Аграббанк. Аграббанк. Тогда... Сходи со мной на свидание. Соглашайся. Соглашайся. Я всегда считала, что они... Не видать свидания до самой смерти. Я так завидовала девушкам, которые ходят на свидание с их любимыми. Позвольте разъяснить. Свидание. Это встреча в назначенное время с целью укрепить взаимоотношения. Спасибо, а мы не знали. Спасибо большое. Нет, мы легко. Правда? Да. Встречаемся завтра в центральном парке в пять вечера. Ура. Я не знаю, как делать. Я разучусь. Только... Что вообще это... Люди делают на свиданиях? А... Псс. Эй, ты. Хочешь легких денег? Тогда слушай. Найди сайт 1xbet, получи супербонус 25 тысяч и выигрывай, делая ставки на киберспорт. Не надо. Плохо дело. Планетари? Парк развлечений? Плохо дело. Такими темпами... План свидания. Я и до завтрашнего дня ничего не решу. А, я думал, со светом будет лучше не видно. А я слеп. Чем ты тут занят, Фуда? Опять ищешь инфу о тренировках? Чего тебе, Мисаки? Перегаром несет. Опаньки. Ясненько. Это все из-за моего объявления по телеку, да? И все-таки решил набраться опыта? Что-то вроде того. Увы, я не понимаю, как устроить идеальное свидание. Какой же ты правильный? Ну, вообще строгих правил тут нет. Главное, чтобы тебе и твоей половинке было весело. Понятно. План свидания. В тот миг непреодолимая стена внутри меня рухнула. И я познал истину о свиданиях. Любовь после порабощения мира. Отлично. Судя по всему, прохожие меня не узнают. Маскировка, что надо. Ничто и никто не помешает нашему свиданию. Слушай, а ты вообще... Ты кто? Уже почти время. А ты кто? Надожди, что-то я начинаю нервничать. Кинчустерно. Эй, Фудо. Здрасте, давно ждешь? Вау. Зесми, в повседневной одежде. Немножко неловко вот так встречаться в нерабочее время. У нее вообще есть недостатки. А, ты, вижу, замаскировался. Можешь подумать, можешь подумать. Если взять очки и прическу, то на мне моя любимая одежда. Правда? Тебе идет фуда. Ну что, чем займемся? Не переживай. Я все спланировал. Наше свидание. Вообще, знаете, можно, в принципе, договориться с родными, либо с друзьями, как можно планы составить. Типа, не самим, если ты не знаешь, что ты не сможешь. А надо составить, типа, с кем-то. Типа, чтобы ты понял, что нужно. Да, верстана, ну, это как-то банально. Можно что-то еще. К примеру, по моим методам. Можешь что-то необычное сделать. Если у кого-то есть деньги, ну, немного есть. То можно сходить, ну, если у вас есть. Так, сейчас подумаем. Извините, что я вас... Извините, что я вас... Короче, вы ждете. Просто, если вы не понимаете, то спросите у мамы, спросите у друзей, кто понимает, подруг, если они тоже понимают, что им надо. То есть, вы можете вот так-то все совместить и вот так все попробовать. Можете что-то купить, безделушку, да, там, сережки. Кольцо не надо. Это будет странно еще, как-то непонятно. Можно еще, в принципе, не знаю даже. Сводить, конечно же, сводить. Куда я сводить? Может, сводить, конечно же, ресторан. Ну, это банально. Ну, если девушка банальная, ну, можно, в принципе. Если банальная, конечно же. Мне не нравится ресторан. Мне не нравится. Я хочу что-то такое необычное, чтобы сделать комплимент там. А, вообще, девушку свою, ой, чтобы она была счастлива. Ну, это надо, конечно же, еще в интернете смотреть, еще что-то. Но я думаю, по моим методам можно в видеоигры сходить. Можно еще в кафешку, конечно же, сходить. Замечательно. То есть, повеселиться, покушать. И можно где-нибудь сходить и на животном посмотреть. Зоопарк. Вот это три хороших метода, я так считаю. Но для вашей девушки это будет вообще как-то неприкольно. Видеоигры для детей. Кушать. Ну, можно и дома покушать. И животные, ну, они воняют. И еще там... То есть, ей, может, это не понравится. Понимаете, да? То есть, вы должны все в курсе держать. Можете у юных подруг подпросить. Можете это... Типа, у юных подруг там, да? Если у нее есть. Поговорить и узнать, что она любит. И ее туда сводить. Ей это дать. И все будет шикарно. То есть, хороший план для совмещения, так сказать. Так что пользуйтесь. И если вы забудете, то посмотрите опять это видео. И послушайте меня для любовных сцен, так сказать. Я в этом немножечко разбираюсь. Хотя у меня нет девушки, сразу говорю. Я одинокий. Я... У меня нет девушки. Я ищу. Кто хочет со мной связаться, ВК есть в описании. Я не против. Можно встречаться. Ладно, я шучу. У меня нет девушки, конечно же. Но встречаться мне еще рано. Мне всего-то 16 лет. Девушку мне еще рано. Где-то до 20. Я жду, когда мне будет 20 лет. Может быть, я поищу. Так что еще 4 года. И, возможно, я себя буду находить. Ребята, друзья. С кем я переписываюсь, с кем я играю. Ребята, вы думали, что у меня есть девушка? Ну, у меня нет девушки. Я жду, когда мне будет 20 лет хотя бы. Так что извиняйте. Я как Веля. То есть, холостой просто 20-летний. Ну что ж. А мы продолжаем смотреть. Извините, что я так затянул на 2-3 минуты. Извините, пожалуйста. Возможно, ей это понравится лишь потому, что она сильная. Но она не качается. Она только мастерство обрабатывает, так сказать. Она мастерство. С детства там она сильная, да. Но качалка для нее это никак. Женщинам нельзя качаться. Им нельзя потеть. Им нельзя вообще ничего такого тяжелого. Именно для мужчин, чтобы пакеты там ее на руках. То есть, понятно. Кстати, про руки. Смотрите. Я немножечко качаюсь, так сказать. Я немножечко качаюсь. Все-таки слабак. Но все же спортивный дух я поддерживаю. Поддерживаю. Так что, если вы тоже качаетесь, респект, ребята. Напишите, кто качается дома, там отжимается, подтягивается и приседает, так сказать. И на скакалке. Я только подтягиваюсь, пресс и отжимаюсь. Три вида. Прыгать на скакалке. У меня есть скакалка, кстати говоря. Я на ней не прыгаю, потому что, ну как-то у нас мало места. Чтобы найти хорошее место, это надо на улице. Парки. Кстати, про парк, точно. Парки же там животные. А, нет, не животные. Короче, парк тоже можешь сводить. То есть, девушку можешь свою сводить даже в парк. Мороженое взял. Ну, как банально, да. Мороженое. А чтобы перекусить, поговорить про свою жизнь. Типа, ты у нее спрашиваешь, а потом она у тебя спрашивает. Типа, если вы еще не знакомы. Вы спрашиваете, и это очень даже интересно. Я люблю слушать, я люблю читать. Типа, я ваши комменты люблю читать. Я люблю вас слушать. Я люблю вам еще советы давать. Вот я вам, как сейчас, даю советы. Мне очень даже приятно, кстати говоря. Надеюсь, комменты вы будете писать, потому что я очень сильно люблю читать комментарии. Конечно же, я кому-то не поставлю сердечко, потому что я ставлю сердечко только тем, кто очень мне сильно понравился по комментариям. Типа, мне понравился комментарий, я его лайкнул, и так бы сердечко поставил. Но если мне понравился просто, ну, не дошло, так сказать. Я просто поставил лайк, но сердечко я не ставлю. Я только лайк. И отвечаю на комментарии. Если не отвечаю на комментарии, то тогда потому что я не могу это сделать, потому что я не могу вам ответить. К примеру, вы написали, да, там, некоторые писали, так сказать, не подписчики, просто рандомные. Слушай, мне понравился этот контент, надеюсь, у тебя будет там очень много подписчиков, ты будешь популярный. И на конце, когда я перелистил, перелистать, как бы написано, непонятными буквами. Слушай, я поспорил с другом, что у меня будет 24 тысячи подписчиков за неделю. Можешь мне, пожалуйста, поактивить? Я на этот коммент не буду отвечать, я его просто удалю, я этого человека заблокирую вообще. Я в ютубе, чтобы он мне больше не писал вообще. Я его просто заблокирую, потому что я ненавижу, когда пиарится у меня в комментариях. Так что будьте в виду, кто будет писать, я их заблокирую. Ну все, мы начинаем смотреть. Филиал золотого мускула в Готанде. Мускула! Эта парочка просто нечто. Неплохо, Дэсми, ты молодец! Почувствуй, как твои трицепсы становятся больше. Пусть твоя трапециевидная мышца сияет. Лети навстречу гибким приводящим мышцам. Вот так. Теперь пробежка. Пробежка? Точно пробежка. Блин. Лучуф мэуд. Блин. Точно пробежка. Ребята, точно пробежка. Ой, блин. То есть, не такую же сильную пробежку можно устроить тоже. Если вы такие спортивные люди, типа ваша женщина, девушка и вы, то можете побегать потихонечку и вот так вот тоже разговаривать. Это очень даже прикольно. У вас ноги качаются? Как я помню, да, ноги. И вообще легкие, типа второе дыхание может открыться и вам будет намного легче бежать, конечно же. То есть, три хороших. Ноги легкие и разговор. Именно разговор тоже хорошо. Фух. Блин, извините. То есть, вы тоже можете там разговаривать с любимой, можете с другом. Если вы очень сильно любите бегать там, а еще качаться, тоже можете общаться. Это очень даже полезная информация, кстати говоря. Для вас и для вашей половинки. Либо просто для друга. Ну ладно, начинаем. Десми можем наслаждаться вдвоем. Ответ – тренировками. Обычно я тренируюсь один. Ты не беги! Но оказывается вдвоем гораздо веселее. Свидание – это здорово. Я ненавижу бегать. Я ненавижу бегать, я ненавижу бегать. Ну как, Десми? Ты, наверное, проголодалась? Поужинаем? Ужин вдвоем? Я за. А еще я хочу кое-что обсудить. Интересно что? Ты меня заинтриговал. Держи. Это тебе, Десми. Рутейновый батончик. У меня их еще полно. Кстати, они были менее шутные. Но твердые, как тварь. Твердые, как тварь. Как думаешь, Десми? Мало сахара, мало сахара, по идее. Лично я считаю. Я отойду в уборную. Мало сахара, в принципе. Вот так. Молодец, Фудо. Пока что все идет идеально. Впереди гвоздь программы. Анатомическая выставка. Десми наверняка будет в восторге. Музыка поменялась. Во-первых, внешний вид. Ты бы наверняка пошел на свидание в обычной майке. Даже не думай. Оденься опрятно. Девушка наверняка придет все нарядное. Так что следи за тем, чтобы ей не пришлось потеть. И обязательно закажи столик в хорошем ресторане. Банана. Банана. Хотя это и так понятно. Ну, а поболтать можете, например, о сладостях. Если бы жуки выросли, какой стал бы самым сильным? Ну, все. Пока. Блин. Прикольно. Это не смешно, конечно же, потому что некоторые тоже честно не знают. Но, блин, жуки... Если бы какой-то жук вырос... Какой бы из них ты очень сильно облажался. Кладу. Никакое не свидание. Это просто по-дружески, так сказать, по-тренированию. Почему ее так долго нет? Беги. А, все, хилый. Э, а сам хотелось? Прости, пожалуйста, Дезми. Клянусь, в следующий раз я спланирую свидание, от которого ты будешь в восторге. Умоляю тебя. Дай мне еще один шанс. Прошу тебя. А, в кустах. Там девочка. Один икс бет. Один икс бет. Дезми. Чем ты занят, Фудо? Дезми! Ты все-таки вернулась! Очередь в магазине была. Хотела взять нам попить. Но немножко задержалась. Слушай, когда ешь эти батончики в сухометку, во рту пересыхает жуть. Я и сама такие иногда ем. Ну что, что ты там говорил насчет жуков? Не может быть. Ты это о чем? Дезми, неужели тебе по душе такое свидание? Да что с тобой? Ты вдруг стал вести себя странно. Если честно. Два часа. Прошло. Дезми, ты не злишься? Конечно же нет. Но знаешь, я удивлена, что ты вообще думаешь о таком. Я... Ну... Я рада даже тому, что ты думал обо мне, когда составлял план свидания. Главное, чтобы мы с тобой могли проводить время вместе. Правильно. Плевать, что у нас все не как у людей. Ведь мы, это мы. Нам некуда спешить. Фуда. А ну, капец, как кровать. Фуда опять. Все прямо как тогда. Машинка. Фуда. А, подожди. Ребята, если вы не читаете, прошу, читайте, потому что, знаете, я уже два месяца как бы читаю вот эту вот книгу. Я не знаю, будет там написано. Вот эту вот книгу я читаю. Вот, стволы, там еще что-то. То есть, это по технологии. Я ее читаю, потому что я уже в девятом классе, и у меня скоро будет экзамен по технологии. И поэтому мне надо вот это вот учить. Ну, не учить, а повторять, знать, про деревесину, конечно же. Торцы, там, не помню, что еще, торцы, кроющие. Я повторяю для технологии. Если вы каком-то там классе, то вам будет полезно даже почитать на литературе. То есть, взяли книгу по литературе, если у вас есть, или даже рецепты. Сейчас, подождите-ка. Вот смотрите, к примеру, чудо-пироги. Чудо-пироги. Вот. Чудо-пироги, да. Вот. То есть, можете любую книгу взять и почитать. Сделали себе отрывок, там, к примеру, один листочек, два листка, три. Есть листочек, да, там, типа лист. Вот, к примеру, первый, второй и третий, да. Вы их прочитали и приходите к следующему. Либо можете по образцам. Образец. Ой, как же вы проговорите-то. Образцы, да. Можете их тоже там выделить и можете по ним. Я по образцам это все читаю. Каждый день, утро, перед стримом, перед видео, я всегда читаю. Посуду мою, пожалуйста, мойте посуду, там, астирайте еще, я не стираю. Я посуду мою, пылесосю, мусор выкидываю, зарядку делаю и голову мою. И перед этим, вот, сейчас я это все сделал, типа, все, что я сейчас перечислил, посуду помыл, попылесосил, голову помыл, прямо сейчас я голову помыл. Подтянулся, я не отжимался, я пресс не делал, я просто подтянулся, так сказать. и почитал. Я почитал только, что недавно. Перед чтением, типа, я сейчас почитал и сразу стал снимать видео. После видео, я, как всегда, буду начинать стрим. Да. Так что, у меня каждый день такое происходит. То есть, всегда я все перед этим, все это делаю, все каждый день. если получится, то и каждый день я могу и готовить, если я буду один доставаться, я могу и готовить, я могу вообще просто пыль протирать, потому что мне иногда хочется. То есть, я уже такой самостоятельный, прочисткий человек, самостоятельный. Не так уж и сильно, так что, ребята, хоть это и вам сложно, хоть и вам и трудно, там, типа, лень. Мне тоже было очень сильно лень, я вообще ничего не делал, я просто лежал, играл, все, я даже ютубом не занимался. Сейчас такое, через пару недель, где-то 4-5 недель, по-моему, и бамс, я что-то почему-то осенил, чтобы я убирался. Ну, и теперь, мне очень это все легко, мне очень все легкачащее. Так что, ребята, пожалуйста, качайтесь. Да, как я зарядку делаю, там, подтягиваюсь, отжимаюсь, ну, это редко, отжимаюсь почему-то. И пресс. Пресс это обязательно для меня, потому что у меня нет пресса. У меня есть только, мускулатура, блин, ну, как бы вам показать? У меня есть только мускулатура, но, а, еще и грудь есть. Ребятоп, это, это нормальное слово, это нормальная грудь. И все. То есть, я вам, я вам за это видео просто 3 хороших совета дал. Про, как можно девушку удивить, там, типа, пойти куда-нибудь, там, что у вас было все совместно. Качалка и уборка. То есть, качаться и уборка, типа, зарядка. Блин, вот это хорошее видео. Ребят, пожалуйста, слушайте меня, пылесосите каждый день, мытьте посуду хоть. Ну, можете пыль не вытирать, но вам это пока что, ладно, не надо. Я тоже этого не делаю, но со временем, я привыкну к всему этому, я еще не полностью привык. И все, мне будет вообще легко, и я все быстро буду делать, и намного чаще будут видео и стримы. То есть, я каждый день это все делаю. Фух, да уж. Ну что ж, поехали. Опять. Это неповторимое чувство. Вызывают. Все тут похоже на то. Ну что ж, мне пора бежать. Хорошо, до встречи. Глупые людишки. Сегодня вы познаете настоящий ужас. Все будет так же, как и всегда. В бой! Эй, красный, бой начался! Слышишь? Чего? Эй, красный, бой начался! Слышишь? Озвучено проектом ИНИСТАВ.ОВ Роли озвучивали Чел, Белис, Зентос, Белис и Филя. С озвуком работал агент. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... А, все? В смысле? Я даже не успел. Я просто под конец это, сразу все разговаривал про тренировки, прочли я. И все! Какой? Почему? Блин. Аааа! Блин. Ну, ладно. Надо было до конца дождаться. Все-таки. Надо было все-таки до конца дождаться. Так, а... А, ну, причетка мне, да. Ай, ребята! Ну, извините, что я вам это не дал посмотреть до конца. Ну, что ж, ребята. Ладно. Будем прощаться уже. Извините. Но, зато я вам хорошие советы дал. Кстати говоря, я очень хорошие советы дал. Пользуйтесь. Если что-то непонятно и еще хотите что-то узнать, я вам помогу. В принципе. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на этот канал. Оставляйте комментарии. А с вами был я, About Altar. Всем спасибо. Всем пока.